Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы продолжить рассказ о некой молодой особе, 19 лет от роду, женский пол, незаконченное высшее образование. Очень милая, симпатичная девушка, проходит у нас обследование. И, соответственно, я показывал в одном из своих предыдущих видео выполнение ею методики фрустрации Розенцвейга. А в этом видео я хочу показать ее профиль MMPI. MMPI, как вы знаете, одна из ведущих и лучших классических, так скажем, методик. И в данном случае мы что с вами видим? Давайте я попробую приблизить немножко сам график. И очень кратко, не вдаваясь в какие-то особые подробности, дебри, расскажу и покажу, что он из себя представляет. Сразу скажу, в первых словах, что профиль, профиль очень-очень-очень сильно нормативный. Все у этой девушки хорошо. Единственное, несколько настораживает шкала номер 9 MMPI. Если быть формальным в подходе к анализу MMPI, чего нельзя допускать ни в коем случае, можно пробежаться по каждой из шкал. Но надо подчеркнуть еще раз, что мы рассматриваем человека в комплексе в целом, не по отдельно какой-то взятой шкале. Да, ни в коем случае этого нельзя делать. Это ошибка многих неопытных начинающих психологов, которые говорят, да, ну вот это шкала истерии, вот такой-то показатель. Значит, это шкала депрессии, вот такой-то показатель. И так далее, и так далее, и так далее. Профиль анализируется в целом, в комплексе. Вообще, если быть откровенным, с методологической точки зрения, необходимо описывать по каждой из методик, не только по MMPI, но и по MMPI в частности, описывать человека, видеть человека, а не опираться на какие-то формальные признаки, цифры, данные и так далее. Но это условно, в кавычках вы меня, надеюсь, понимаете. Каждая методика, каждый тест, будь то качественный, будь то количественный, как то MMPI, они в метафорическом плане для меня, это как капля дождя, вот как вот бывает в фильме, да, то есть человек-невидимка, его, значит, поймали, когда пошел дождь, и, соответственно, капля падает на человека, и он становится чуть-чуть более видим. Вот данная методика, это вот большая капля, которая упала на этого человека, и сейчас мы о нем поговорим. Надо сказать, что вот юная леди прошла методику Розенцвейга, очень интересные результаты MMPI, результаты нормативны, как я сказал, и тоже очень интересны. Еще один момент по формальности оценки методики MMPI. Диапазон нормы этой методики находится в русской популяции от 30 до 70 Т баллов. Надо сказать, что у нас разработаны более точные нормативы в нашем научно-практическом центре, и смею вас заверить, что и по этим более уточненным точным нормативам, разработанных на основании тысяч измерений различных людей, тысяч буквально ежегодно мы там тысячу обследуем, за многие-многие годы мы их усреднили, получили среднее значение этих средних нормативов, по данной методике по Т баллам отложили средне-квадратичное отклонение, и, соответственно, получили норму, границу нормы. И вот эта девушка, она тоже укладывается как в общепопуляционную норму от 30 до 70 Т баллов, так и уточненную индивидуальную норму по российской популяции, по нашим расчетам за многие-многие годы. Ну, давайте пробежимся просто, чтобы вспомнить, как это все должно выглядеть, пробежимся по шкалам. Шкала L достоверности, шкала F коррекции, прошу прощения, шкала лжи, L, шкала F, шкала достоверности, шкала K коррекции. Как видно, данные находятся в пределах нормы, то есть по шкале L лжи 35 Т баллов, по шкале достоверности 51 Т баллов, и по шкале коррекции 49 Т баллов. Хороший очень профиль, немного он скорректировался, но совершенно незначительно. Вот эти три шкалы, шкалы дополнительные, шкалы искренности, достоверности, они в пределах нормы находятся. Ну, и давайте теперь перейдем к основным шкалам этой методики. Первая шкала, это шкала хистерии, истерии, депрессии, ой, прошу прощения, что все еще на со мной, шкала ипохондрии, шкала депрессии, первая шкала ипохондрии, шкала вторая депрессии, шкала третьей истерии, шкала четвертой психопатии, шкала пятая, шкала мужественности, женственности, шкала шестая паранойи или ригидности если психологизировать, шкала седьмая психостыни, шкала восьмая шизофрении или аутии, шкала девятая мании и соответственно нулевая шкала это шкала интроверсии и экстраверсии. Как видно по основному профилю также результаты находятся в диапазоне нормы, будем так говорить общепопуляционной нормы 30-70 баллов, ни один из результатов не выходит, лишь только шкала девятая, она имеет показатель 68 тбаллов приближается условно говоря но это абсолютно нормативно приближается к диапазону 70 тбаллов, вот если провести такую прямую, да то есть как бы она не пересекает ее но профиль очень, еще раз повторюсь очень-очень нормативный все в порядке, все хорошо у этой девушки абсолютно 19-летняя особа и у нее каких-либо проблем нет. Чуть-чуть еще немножко я скажу о шкале интроверсии и экстраверсии она относительно немножко повышена, но это вполне нормально. Девушка активная молодая, бодрая, с легким характером в отношении с людьми очень контактная и ничего нет удивительного в том, что она конечно в целом экстравертирована много знакомых друзей, общительность способность устанавливать плодотворные, продуктивные межличностные какие-то отношения все очень хорошо отражено вот в этой шкале номер 0 условно говоря или шкалы интроверсии и экстраверсии по первой по первым трем шкалам ипохондрии, депрессии и истерии как мы знаем, да, вот это шкалы невротической триады это шкалы психотического уровня вот первая, вторая, третья шкала это неврозы неврозы в данном случае мы не наблюдаем вполне нормальный, женский я бы так сказал профиль по этим трем моментам по этим трем шкалам первый, второй, третий с элементами демонстративности некоторые ну в общем идеальное состояние для девушки 19 лет некоторая такая хистерия присутствует все замечательно все хорошо по этому поводу да и как собственно по остальным шкалам значит обращу еще ваше внимание вот на что у нас помимо того что мы рассчитываем результаты в т-баллах создана уникальная такая штука результат по времени можно посмотреть соответственно мы видим что наибольшее количество времени с учетом от 100% девушка потратила на ответы по шкале номер 8 они ее напугали насторожили и соответственно шкала номер 8 это шкала шизофрении она к ним проявила особое внимание задумывалась над ними больше нежели над какими либо другими вопросами других шкал других показателей это очень хорошо то есть достаточно в моей лаборатории мои сотрудники часто говорят об этой шкале если она нормативна это надо признаться ну в кавычках некое открытие надо говорить да мы говорим о ней как о шкале критики имеется ввиду когда мы смотрим по времени на данную шкалу если человек критичен к себе адекватно относится и четко понимает что тут вообще-то не шутки шутят да а серьезные вопросы задают в этом случае он конечно притормаживает и таким образом затрачивает более времени на какие-то сложные пугающие возможно действительно в общем-то для интеллектуально развитого человека понятные шкалы по восьмой шкале шизофрении там действительно вопросы могут фрустрировать напрягать и соответственно время ответов на них получается несколько выше вот таким образом значит минимальное время затрачено на ипохондрию 19 лет веселая активная жизнерадостная бодрая спортивная все у нее в порядке какой-либо затрудненности в отношении своего здоровья девушка не испытывает и соответственно абсолютное на уровне сознания мы помним с вами что шкала Л это осознанная попытка исказить результаты а шкала F и K но они как бы совместно в комплексе идут это некая неосознанная попытка где-то нивелировать показания своего характера личности и так далее а может быть где-то и подчеркнуть но они были прекрасно скорректированы даже по времени это хорошо себя проявляет хорошие показатели по шкалам достоверности ЛФК ну вот собственно и все о чем я мог бы поговорить на эту тему хорошие результаты и это будет интересным дополнением к методике Розенцвейга которую эта девушка проходила и видео которое вы надеюсь тоже посмотрите или уже посмотрели на этом все благодарю вас за внимание и удачи вам и удачи вам и удачи вам и удачи вам